Ну да-да-да, постепенно. Это же сюжеты, да? То есть у нас называется избранные сюжеты теории вероятности, теории игр. И в этом плане это хорошо, потому что кто опоздает даже на полчаса, он опоздает только на несколько сюжетов, а следующий сюжет уже поймёт. Они не связаны. Юлечка, привет! Привет-привет! Всё, ну вот, можем начинать. Первый сюжет такой. Я решил, что лекция, ну, как вы знаете, как бывает, говорят, ищет какую-то связь с реальностью. Я не знаю, мне не нужна никакая связь с реальностью. Мне и так интересно всегда, математически. Но говорят, нужна связь с реальностью. Ну, давайте первую задачу будет связана с реальностью. Итак, у меня есть вот система КВО какая-то, это абстрактная абсолютно, и, значит, летит абстрактная ракета, и летит, да, на некоторый объект. Система КВО срабатывает с вероятностью 90%. Объект должен быть поражён с вероятностью 99%. Вопрос. Сколько ракет послать? Это я придумал сейчас. Я когда сел в поиск, я подумал, нельзя обойтись без какого-нибудь сюжета, который как-то зацепит текущее событие. Вот, ну, нельзя. Теория вероятности. Да, вот, как же теория вероятности с ним? И тут меня прям как осенило. Вот, это же прям чистая задача по теории вероятности. Вот, напрямую, да? Вот, что, будем решать? Будем решать, да? То есть, смотрите, на самом деле, ну, первое соображение, а понятно, что их должно быть явно очень много, да? То есть, если 90%, что мы уничтожаем ракету, а нужно, чтобы один процент был, да, только что они, то самое, что ни одна не попадёт. Ну, давайте подумаем, значит, как мы будем это решать. Ну, для этого надо подумать. Значит, вот, если летят... Ну, вообще, какое событие, да, какое событие обсуждается? Вот я послал, я на ракет, послал я на ракет, да? Послал я на ракет. Как описать требуемое событие, ну, вот так вот, в терминах вот этих ракет, да? Что означает, что уничтожен объект. Мне нужно там уничтожить вероятность и, как минимум, 2-3 процента. Но вот это событие, уничтожить объект, как его переписать в терминах ракет? Телекорпулировать. Эм ракет не уничтожен объекта, не уничтожен объекта. Ну, надо, как бы, чтобы достаточно одной ракеты, да, чтобы уничтожить объект. Соответственно, речь идет о событии, что сбиты не все ракеты. Согласна, да? То есть, событие сбиты не все ракеты. Но событие сбиты не все ракеты, оно является дополнением, да, к событию ВЭА, которое формулируется как? Сбиты в серых, вы смелее, да, смелее. Вот, сбиты в серых. Вот, значит, соответственно, если я посчитаю вероятность события ВЭА, то понятно, что событие А, да, будет дополнять до единицы эту вероятность. То есть нужно, чтобы вот это событие оказалось меньше, чем 1% вероятности. Вот, вот, вероятность события должна быть меньше, чем 1%. Тогда задача будет решена. Так. Ну, что теперь мы делаем. Как посчитать вероятность того, что сбиты две ракеты? Ну-ка. Скажите, кто эти залы? Вот, для одной ракеты, наверное, это с 19%, то есть 0,9, да? Какая вероятность, что сбиты две? 0,9. Да, 0,9, погасно. Здесь принято по умолчанию предположение, что ПВО работает, ну, независимо, да, по разным ракетам срабатывает. То есть если летит две ракеты, то сбитие одной ракеты и другой ракеты, они независимы друг от друга. Там, на самом деле, полное место. Если что, да? Соответственно, при независимых событиях мы перемножаем вероятность. Обычно, вот, когда говорится, если вы берете какую-то модель, теория вероятности позволяет что-то просчитывать, много чего, там, какие-то формулы. Потом, если у вас происходит в жизни какая-то жесткая нестыковка, это значит, скорее всего, что что-то, что вы предполагали независимыми событиями, в реальности оказались в зависимости. Да, то есть, вот, как обычно, чаще всего модель ломается в этом месте. То есть математика не виновата, это факт про независимые события. Но вот независимость или они независимость, вот это всегда вопрос. То есть, как говорится, да, какая вероятность на улице встретить военного? Знаете, это загадка, шутку. Кто знает эту шутку про военного? Ну, допустим, вероятность встретить на улице военного в течение, там, 5 минут, ну, допустим, равна, там, 0,2 десятка, допустим. А вероятность встретить двух военных в течение этого времени, да? Ну, 0,2 десятка квадрата, это всего 4%. Да, поясни, 10 поедет. А, нет, 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 мы используем, ну, такой же, вероятность, да, что? Вот, ну, и вот мы должны, соответственно, вроде как, 0,2 возвести в десятка степень. И это 0, ну, так, условно говоря, 0, ну, очень маленькая величина. И тут, значит, получается, что, ну, как вероятность, насколько не страшно, какого никогда с вами не произойдет, чтобы за 3 минуты, да, в течение всей своей жизни, да, чтобы за 3 минуты встретить людей с твоей. Ну, вы поворачившись за углом, навстречу вам идет свод, и все, да, модель разваливается. То есть предположение, вот это было, предположение, что эти события независимы, естественно, разбивается жизненное наблюдение, что военные иногда ходят духами. Вот, но здесь, допустим, все-таки мы верим в то, что, значит, сбитие происходит независимо, тогда мы должны возводить в степень. И, соответственно, мы решаем вот такое уравнение, что 0,9, да, в м-ной степени, должно быть меньше, чем 0,01. Вот нам нужно решить, да, это уравнение. Ну, в принципе, конечно, можно уже включить этот самый, включить какой-то калькулятор и посчитать логарифм, да, логарифм вот этого по основанию вот этого, но давайте я расскажу, как прикидывать, на самом деле, если, там, либо с вами машинки, это нет, ну и в целом, давайте вспомним еще кое-что, заодно математику прокачаем. Можно прикинуть ручками это, без калькулятора, если у вас его с собой нет, как мы будем это ручками прикидывать? Значит, у нас 1 минус 1 десятая возводится в м-ную степень. Давайте сделаем так, это 1 минус 1 десятая в степени 10 и еще в степени n разделить на 10. Зачем я это сделал? Да, потому что по определению е это предел 1 плюс 1 нт в степени n в стремиться бесконечности, я не написал n, потому что у меня уже здесь задействована, вот, а из этого путем, там, всякого матанализа, останавливается, что е в степени x, это на самом деле при любом x это будет предел преимущества бесконечности 1 плюс x делить на m в степени m. Ну если мы x поставляем минус единица, то получается, что внутри стоит что-то достаточно близкое к 1 разделить на e. Вот. Ну и дальше уже получается задача, что мы хотим, чтобы 1 разделить на e в какой-то степени неизвестный, да, дало меньше чем 0,01. Это уже быстро, это уже быстро, да, это быстро, например, например, можно помнить, что е в кубе примерно равно 20, это такая удобная формула, е в кубе примерно равно 20, тогда мы знаем, что 1 на е в кубе это уже 0,05, ну и наверное еще, сколько нам на е на одну е будет мало, а на е квадрат уже достаточно. Ну то есть, грубо говоря, ответ в районе такого, 1 на е в пятый уже явно меньше чем 0,01, но так как пятерка здесь, это n разделить на 10 здесь, да, то есть n разделить на 10, где-то между четверкой и пятеркой, 4-5, значит, соответственно, n примерно равно 40-50, 10 ракет будет достаточно. Вот вам ответ. Полезный? Наверное, полезный. Какой из сторон? Абстрактно, любой, на самом деле, да, математика тема хороша, что, как бы сказать, ее можно перевести через линию фронта, и там такая же лекция пойдет так же на ура, да? Ну это, конечно, очень не патриотично так говорить, но я к тому, что математика, она отделена от этого контента, да, вопрос ставится ровно такой, сколько нужно послать ракет, чтобы заветом одну, там, с очень большой вероятностью уничтожить объекты. Ну и вы понимаете, наверное, да, что если с одной стороны фронта сидят математики, которые это знают, а с другой те, которые это не знают, то, соответственно, те будут ошибаться часто, да? Сейчас это слишком мало ракет послать ноги, вот. То есть исход войны может существенно зависеть от того, насколько вы с теорией вероятности знакомы. Так, ну что, раскачали мозги? Чуток? Да. Ладно. Следующая задача. Следующий сюжет. Вы знаете, я вам сейчас расскажу, как он, вот, поэт сюжет, этот сюжет немножко невероятный возник, абсолютно невероятный. Он возник в 2019 году. Где-то в начале 2019 года я начал, мне кажется, что первый раз я этот сюжет разобрал не так уж далеко отсюда, в городе Таган-Рок, на какой-то там была большая конференция местного Пятбуза, и они меня позвали с этой популярной комплективной теории, да, и я именно забрал этот сюжет. Это был 2019 год. Я начал сюжетом. Представьте себе, что в мире начинается какая-то огромная всеобщая эпидемия, пандемия, я сказал. Это был, ну, 19-й год, понимаете, и не декабрь, нет, но какой-то там максимум, это сентябрь, либо даже 18-го сентября, я точно не помню, но это точно всего. Ну, народ скучает в зале, ну, как бы, какой-то интерес к пандемии в наше время, да? Вот, я говорю, ну, все-таки представьте себе другую планету, я вижу, что народ скучает, я говорю, ладно, представьте себе на другой планете, начинается, вот, если вообще прям всемирный, все прям всемирный, на всю планету, ну да, нет, так же не бывает. Ну, не бывает, ну, другой планете, бывает, ну, другой планете, бывает, ладно, ну, и вы договорились, да? Договорились, чуть-чуть интерес возникнет, я говорю, ну, вот у вас появился тест, который определяет, больни вы или нет, и ошибается он с вероятностью 5 процентов, то есть 95 процентов, что верно, а 5 процентов, что неверно, дает ваше состояние. Здесь, если вы слушатель, должен был бы спросить, это ошибка первого или второго рода имеется в виду, да, то есть бывает ситуация, когда говорится, что вы больны, а вы на самом деле здоровы, а бывает, что сообщает, что вы здоровы, а вы на самом деле больны. И априори прибор может иметь разные ошибки, разные вероятности ошибок в этом и в этом случае. Но давайте для простоты предположим, что у него совершенно одинаковая вероятность ошибки в обе стороны, а именно по 5 процентов. Вот. И при этом, значит, при этом, ну, в данный момент эпидемия только-только начинается, и всего лишь одна тысячная доля заражены этой больницей. Вот. Ну, вот такая вот задача. Потом мне позвонились тогда другого и сказали, тебя вообще убить? Это уже было, когда все началось. Я говорю, я не виноват, честно. Я же вынул его по другую планету. Я про землю ничего не в другую волну, так что я не имею никакого отношения, ни малейшего. Но это еще ладно. Знаете, какая со мной история? Давайте я отвлеку за секунду. Знаете, какая же история со мной была? Той. Что? Я говорю историю про ПВУ в Воронеже. То есть, когда это был прекрасным, и сразу заиграл после Пару. А что это за ПВУ в Воронеже? Ну, в Воронеже, здравствуйте, университет. А что дальше он сказал, я не слышал. Ну, приграничная история. А, блин, я понял. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Ну, сейчас будет вам история, да, тоже приграничная. Октябрь 2022 года. У меня выступление в Севастополе и поезд назад в ночь с 6 до 7 октября. Жена волнуется. Что там будет? Бог его знает. Ты зачем туда едешь? Я говорю, не волнуйся, я до дня рождения президента приезжаю, поэтому мост еще не взорвут. Ей был. Вот так было, понимаете? Проехал взорвает. Ну, я проехал. Не знаю, что делать. Ну, честно, я, наверное, никого отношения ни к чему не могу иметь. Ну, вот такая вот ерунда. А назад что? А назад? Нет, я назад уехал. А-а-а-а. Я выставил, в 6-м числа и уехал. Да. Ну, вот такие вот шуточки бывают на свете. Такие шуточки судьбы. Шуточки судьбы. Ну, там, в принципе, понятно было. Потому что понятно, что в день рождения президента ему поднесут подарок. А самый лучший подарок – это самый любимый объект. Ясно тоже, да? То есть, в принципе, все складывалось. Мне кажется, все совершенно ясно было, что будут элементарно даться. Вот. Скорее всего, ждали сверху, а пришло, откуда не ждали. Поэтому мне это сам не предотвратили. Так. Ну что же. Давайте идем вот сюда, да? И вот вы, допустим, взяли и попробовали на себе вот этот прибор. И он говорит. Вы больны. Вопрос. С какой вероятностью вы на самом деле больны? В результате полученной информации. Обычно, ну, так, кто не думая отвечает, сразу говорит, ну, с 91 вероятностью, да? Но кто чуть подумает, ясно, что там должно быть какой-то, какая-то, какой-то учет всего для того, что изначально, вероятность, очень не старая. Вот. И вот вопрос, как правильно провести этот учет? Как математически точно выразить, какая все-таки будет вероятность? Ну, давайте построим простейшую теоретическую вероятностную модель этой ситуации. А именно, все возможные сценарии разбиваются на дважды два, а именно, вы больны или здоровы, а тест прав или тест ошибся. Ошибся, правильно, да? Вот четыре возможных априорных сценария, правильно? Может быть, любая реализация. Может быть, что вы больны, может быть, что вы здоровы. Тест может быть вправ, может быть ошибаться. Дальше. Значит, мы опять, вот это вот краеугольное место применения теории вероятности, в каком-то месте надо предположить, что какие-то события независимые. В данном случае мы предполагаем, что вот эти два события, они больны или нет, и события, что тест ошибся или нет, происходит независимо друг от друга. И тогда у нас получается, что вот если здесь вероятность 0.001, а тут 0.999, а здесь, соответственно, 0.95, а тут 0.05, то вероятности вот этих четырех различных событий будут равны произведению соответствующих чисел. То есть тут будет 0.001 умножить на 0.95, тут будет 0.001 на 0.05, тут 0.999 на 0.05, и тут 0.999 на 0.05. Видно, что как бы априори самое вероятное, что должно произойти, это что вы здоровы, и тесты правы, да, когда он вам скажет, что вы здоровы. Но дело в том, что мы уже знаем, что, мы знаем, что тест сказал, что вы больны. Вопрос, что от этого, значит, меняется? Меняется то, что вот это и вот это события теперь точно не реализованы. То есть ситуация, что вы больны, и тест ошибся, не может произойти, потому что иначе этот тест сказал, что он здоров. И ситуация, что вы здоровы, и тест прав, тоже не могла произойти, потому что тест сказал, что вы больны. А в этом случае он сказал, что вы здоровы, да? Соответственно, либо, одно из двух, да, одно из двух, либо вы больны, и тест прав, либо вы здоровы, а тест ошибся. Согласны? Теперь смотрите, обе эти величины достаточно малы, как же мне их сравнить? То есть, вот постфаркл, что я буду делать? Кто знает, как соответствующее правило называется? Старшее поколение должно знать, вас еще учили. Как называется правило, по которому я должен пересчитать вероятности, чтобы они суммировались к единицам у меня? Как? Да, как называется? Все правильно, а как называется? Прикольно. Ну ладно, но совершенно верно, да, все равно. Правило баяса. Правило баяса означает, что мне нужно поделить каждый из них на сумму их, тогда я приведу их к единицам. То есть, я сохраняю между ними пропорцию. Сохраняю пропорцию и увеличиваю их. Обе вот так, зашибротянув вверх, пока они в сумме не дадут единицы, да? Вот, но вот, если я это сделаю, то пропорция, ну, тут можно примерно посмотреть. Вот это вот 0,95, это, как на самом деле, очень близко к единице, поэтому это можно при умножении игнорировать, даже вот это можно игнорировать. То есть, пропорция должна быть вот такой, по сути, да, примерно, примерно вот такой. Примерно, как одна тысяча, она относится к 50 тысячам. То есть, 1,57. Это означает, что в 50 раз более вероятно, что вы здоровы, а тест ошибся. Соответственно, в 50 раз вероятно, более вероятно, что вы здоровы. То есть, вы больны с вероятностью, которая приблизительно равна 2%. Ну, там какие-то поправки. Вот ответ. То есть, посмотрите, что сделал тест. Он с вами, он взял вот эту вот вероятность 0,001, да? И в результате вот этого вот того, что с ним произошло, что он выдал, что вы больны, он ее увеличил до 0,002, да? Увеличил до 0,002. Но дальше, как бы, уже не смог увеличить, потому что дальше уже более вероятно, что событие состоит в том, что она ошибка. Вот. Ну, вот, то есть, в этом случае беспокоиться, в принципе, еще не о чем, да? Вот если вы еще раз пройдете тест, и он снова скажет, что вы больны, попробуйте вычтите, когда. На самом деле, тогда уже будет. Ага. А если вы училища на здоровье, если бы вы пройдете, то есть большая вероятность, если бы вы больны, что бы вы больны, что бы вы больны? А, ну, это нужно. Это исходим из того, что мы чувствуем, когда вы больны. Ну, больны. Да. Это важное замечание. Тогда исходная таблица будет просто совершенно другая. Да. Но если вот болезнь такая, что она первые несколько дней вообще незаметно, тогда вот как все вы пошли в перемешку кто-то, кто болен, кто здоров. Так. Хорошо. Следующий сюжет был Баяном. Знаешь, что такое Баян, да? Ну, типа, анекдот, которые все знают. Вот. В общем, я, тем не менее, хочу его разобрать. Он недавно... Как-то недавно я про него вспомнил. Знаешь, когда я про него вспомнил? Неделю назад я тоже ехал на юг. Ехал я в поезде двухэтажном, в поезде. Вот. Ехали мы до горячего ключа. И там такие туалеты по три. Есть ли, да, таких поезда? Там три туалета. А, нет, я возвращался, смотрите, в Майкопа совсем недавно, там несколько, буквально четыре дня назад. Короче, три туалета, и я в одном из них забыл полотенце. И я тут же вспомнил про сюжет, который называется «Парадокс Монтихо». Сейчас я вам напомню его. Ну, значит, он тоже касается трех мест, да, трех мест. Вот в двух местах ничего нет, а в одном лежит сокровище. Понимаете, кто слышал про «Парадокс Монтихо»? О, он уже больше, да, народу? Вот. Я сразу про него вспомнил, когда вот это случилось с полотенцем. Просто я как разлой его нашел ровно в третьем. Ну, видите, они еще заняты, постоянно были. А, это самое. Вот. Ну, в общем, я подумал, что мне нужен ведущий какой-то, который вот я возьмусь за Адрию Федерушку, и он скажет «Не, смотри, вот тут, тут полотенца нет, да?» Вот. И я тут же этот сюжет вспомнил. Давайте его разберем. Он почему-то до сих пор мне приходит письма на почту, что, типа, нет, что-то не так, нет, там какие-то трудночитаемые рассуждения идут, из которых что-то там должно следовать, что менять дверь не надо, там. Ну, в общем, или что это неправильная модель. Да, давайте его разберем, чтобы не было никаких вопросов, да? Это же не так. Сюжет такой. Вот здесь сокровище, здесь полотенце, да? А здесь, и здесь никакого полотенца нет. Ну, вот, есть ведущий, который знает, где полотенце. Проводиться не знает, где полотенце. Она с вами играет в такую игру. Подожди к двери туалета и собирается ее открыть. А тут она берет и открывает другую дверь. И говорит, смотрите, нет, тут пошел полотенце. А, нет, вот. Потеряли полотенце, да? Вот. Ну, и вопрос, после этого мне нужно изменить дверь, за которую я взялся, или оставить ее? Изменить. Изменить. Давайте, да, это строго совершенно поймем. Смотрите, у меня есть три двери. Давайте вот это номер один, это номер два и номер три, в принципе, это не имеет значения. Один, два и три. И я мог, исходно, значит, ну, вот, в общем, я, да, я не знаю, я не знаю, какая один, два, какая три, да, там сидя, не так, короче говоря, есть один, два и три, но я не знаю, где платится, да, ну, где-то оно есть, но вот, допустим, оно здесь, но я этого не знаю. И вот я взялся за одну из двери. Теперь дальше вопрос. А вот в каком случае, в каком случае, у ведущего будет выбора, в каком случае не будет выбора, какую дверь открывать? Если по правилу, то должен мне показать ту дверь, где платится цене. Если угадали. А? Если угадали. Да, если я угадал, то у него есть выбор открыть любую оставшуюся дверь, а если я не угадал, вот, ну, и здесь в любой оставшейся двери нет платежа. Значит, извиняюсь, в любой оставшейся он открыл вот это вот, и тогда в третьей двери нет полотенца. То есть, какую бы он не открыл, последняя его не будет. Так как я сразу догадал. А вот, если я взялся за неправильную дверь, то вариантов открыть дверь без полотенца у него ровно один, а именно оставшаяся вот эта пустая. Здесь он не может, потому что он не должен мне показать полотенцу. Вот. Ну и, соответственно, если он не открывает эту пустую, да, то меняя, я в любом случае меняю на полотенце. Понятно, да? То есть, если я исходно взялся за дверь без полотенца, то меняя, я меняю на дверь на дверь с полотенцем. Вот и все. Тут как бы больше нечего сказать. То есть, стратегия менять дверь в двух из трех случаев приводит к гарантированному получению полотенца. А именно в тех случаях, когда я исходно взялся за дверь без полотенца. И только в одном случае, когда я взялся сразу за дверь без полотенца, так и слышно, да, стратегия менять приведет меня к неуспеху. Вероятность одна треть против двух третей. Значит, две третей значит, надо менять. Ну вот, в принципе, здесь больше нечего обсуждать. То есть, мне трудно представить, почему так много народу так много это обсуждает. То есть, в интернете там огромные простыни идут обсуждения про бородокского антихола. Все с ним абсолютно будет. Очень понятно. Так, хорошо. Алексей, а скажите, если сразу две двери оттенцы, это не по правилам. то есть, самое главное, первое правило, что нужно только по одному. Да, да, да. Ну, в Монти-Полле так. В Монти-Полле так. Понятно. В жизни-то я, чтобы искать полотенца, могу и всех. И там просто, это очень прикольно было ситуация, что я его забыл, и при этом прихожу, все заняты, прихожу, одно свободно открываю, нет, одно сердце. Ушел, вернулся, еще и забыл, как вы открывал, опять что-то заняты. Но еще долго довольно добивался, но потом вы, я нашел, потом было, никто его не забрал. Так, еще одна задача, еще одна задача из теории вероятности, тоже такая, ну такая, может быть, про, погодить тайны, консерологию, да. В общем, два человека решили условились, встретиться, передать друг другу очень важный объект. Вот это, друг другу времени, в течение которого они могут встретиться, но они не договорились, это вот целый час, но они не договорились, в какой момент они туда придут. и при этом, там, если 15 минут они ошиваются, там, то их уже хватает, там, они, их хватает, какие-нибудь, хватит, ресурс, короче, вот, и вот они, соответственно, каждый из них, приходя, он может прождать ровно 15 минут, потом он должен уходить. и случайный момент приходит, если случайный момент приходит, ну и если он там пришел совсем незадолго до конца, то он просто ждет до конца значного времени и уходит, то есть, когда он дождится 15 минут. То есть, так дальше уже нельзя находиться. Вот, и вопрос ставится так, с какой вероятностью они встретятся. Вот при такой, как бы, при таких правилах мудры. То есть, они независимо друг от друга выбирают момент времени. Каждый из них ждет 15 минут либо до конца вот этого часа, если он пришел позже, позже, чем до 15 минут. Да, если пришел, то ждет просто до конца этого часа. И если их промежутки друг на друга наложились, то ура, встреча состоялась, они передали объект, все. А если не наложились, то, соответственно, на фильме в зону. Вопрос, с какой вероятностью они встретятся, как будем их задать решать? Обычно сразу поднимаются руки и называется неверный ответ. Ну, вы даже не называете, да? Ну, 0,5? Сейчас посмотрим. 15, 50. Ну, есть такой ответ, который на самом деле явно неверный, но его хочется назвать, да, первым делом, что как раз одна четверть, да, одну четверть сейчас они шнули, то значит, она четверть. Но то, как бы, то, и дело, что задача немножко сложнее, чем просто что-то подставить в какую-то формулу. То есть, здесь, здесь нужно моделировать два одновременно события, одновременно вот их приход, ну, в смысле, не одновременно приход, а одновременно решение о приходе в тот или иной момент времени. И вот нужно понять, как это смоделировать. и для этого есть такое понятие, как геометрическая вероятность. Геометрическая вероятность. Что такое геометрическая вероятность? Смотрите, я должен изобразить множество всех возможных событий, вот как я раньше изображал, когда у меня была значит, ошибка, более здоров, ошибка или правда, получается такая табличка, да? Здесь тоже будет табличка, только в ней будет и здесь, и здесь бесконечное как бы количество событий, а именно в какой момент пришел один, в какой момент пришел другой. Вот первый пришел в самый ранний момент или совсем за минуту до конца, и то же самое про второго пришел в самый ранний или минуту до конца. Получается квадрат, то есть правильная модель этой ситуации это квадрат, как говорят понимаете, прямое произведение отрезка на отрезок. Получается квадрат, и каждая точка квадрата это некоторое событие, состоящее в том, что первый пришел вот в этот момент, а второй вот в этот момент. Ну, например, вот это событие означает явно, что они друг друга не дождались, то есть тот, который пришел очень рано, второй прождал вот досюда и не дождался момента, когда пришел керц. Вот. И вот теперь возникает вопрос, да? Допустим, мы взяли эту модель. Теперь надо изобразить на этой модели множество всех событий, при которых они встретились. Ну, и дальше, как вы догадались, посчитать его хочется. есть время, да? Да. Ну, я понимаю, что я рисовала, получается, вот такая линия пересечений. Включите микрофон у себя. Вот. Тут получается линия пересечений, тригоники находим, отнимаем, но потом находим вероятность еще. Все правильно. Все правильно. Как вас зовут? Наташа. Наташа, Наташа совершенно правильно сказала. Значит, смотрите, у нас есть диагональ, что значит диагональ? Вот что значит, событие находится на диагонали? Правильно. Это значит, что они пришли в один и тот же момент. Вот эта точка диагональ здесь оба приперлись эфирала, это что оба приперлись чуть позже, ну, прямо одновременно. Диагональ это событие, это такая реализация их прихода, что они пришли одновременно. А что значит, первый примерно пять минут 5 минут в смысле в этом масштабе часа, 1-12, и вот мы отходим вниз на одну четверть, то есть на 15 минут, и сюда тоже отходим на 15 минут, потому что если первый немножко раньше пришел, то это должен родиться, и вот это вот две параллельные прямые, которые стоят вниз и влево на одну четверть от длины квадрата, они вот так вот образуют вместе с оставшимися вот этими линиями события встречи, события, когда встреча состоялась, вот, встреча состоялась, вот, и мне нужна просто площадь этого события, правда, вот и все, ну и площадь, ну в том масштабе, в котором как бы мне нужна ее доля, а площадь и квадрат, но давайте возьмем этот масштаб за единицу просто, и тогда мы можем легко это посчитать, правда, то есть проще здесь, заходите, пожалуйста, вы отсюда не увидите, вот, значит, берется вот этот треугольничек и прикладывается к этому треугольничку, правда, если мы их приложим друг к другу, то у меня получится квадратик чуть меньше, чем исходный, и этот квадрат будет иметь площадь, как бы, того события, которое дополняет события встречи, то есть события не встречи, ну и дальше мы из-за единицы выше, давайте посмотрим, какие у него стороны, вот это чему равна сторона, ну, собственно, и вторая же, три четверти, правда, то есть у этого квадрата три четверти, значит, получается 9-16, что встречи нет, но, соответственно, вот это событие 7-16, кто сказал 50 на 50, очень близко, чуть-чуть меньше, если бы по 20 минут ждали, уже было бы больше, то есть там где-то 17-18 минут будет как раз ровно 50 на 50, а так чуть-чуть все-таки меньше вероятностей, одна вторая, да, ну что, давайте постепенно переходить к теории игр, это такая, это была, значит, начальная, это введение сюжета теории вероятностей, а теперь мы перейдем к теории игр, теории игр, у меня первый сюжет был напрямую связан, с окружающей нас действительностью и последний сюжет будет напрямую связан, но последняя задача, я ее оставлю нерешенной, она очень сложная, математически очень сложная задача, полного решения в ней, как я понимаю, просто нет, но зато она имеет самое прямое отношение к происходящим сегодня событиям, просто прямее не бывает, вот, да, это в конце, это чтобы вы не уходили раньше времени, да, это я сказал, чтобы вы не уходили раньше времени, но я думаю, вы и на климате, так, а пока давайте, значит, несколько сюжетов теории игроков, итак, сюжет номер один называется цена лотереи, и этот сюжет придуманный, следующий будет реальный, это будет сюжет довольно простой, следующий будет чуть-чуть сложнее, но после вот этого первого, нам следующий будет легче понять, сюжет вот этот будет чисто модель, значит, у вас есть такое казино, ну у нас в России, нет казино, ну кое-где есть, да, Владимироскоп, да, есть казино, в Сочи, если казино, может быть, на новой земле, я ехал несколько поездок назад, я ехал с мамой, у нее двое, значит, ну в смысле там была мама и двое детей в купе, и мама куда-то ушла, дети там играют, да-да-да, и старший, что-то я его спросил, говорю, а где вы живете, куда едете, он такой, ну на новой земле, какой-то, да, может быть,이스 костя, да, это когда 열전 Jamie там была главница, бабушка говорит, да, compte Strategic Support, да, Kung я знаю живет еще человек на базе просто вот тут я встречаю сказали да там приходит иногда лесна в июле отгонял поставить современные отгонялки от медведей такие они пищатые неприятные они убегают и так вы заходите вам предлагается лотерея который ведущий лотерей берет обычную монету который есть орел и решка и монету это зажимает в своей руке как хочет зажимает а вы должны угадать угадали решку получили тысячу рублей угадали орла получили две тысячи рублей но не угадали чем получили так вопрос сколько должна по справедливости стоить такая то есть право на участие иными словами если вам предложат быть проводящим эти лотереи продавать или если вам предложат наоборот купить и участвовать то при некоторой одной и только одной цене вам будет неважно продавать такие лотереи даже цену или наоборот их покупать то есть по нуля вот как у труба говоря вопрос следующий при правильный при правильном анализ этой ситуации в среднем за тысячу розыгрышей вы получите там некоторую сумму вот эту сумму мы делим на тысячу и получаем то что называется цена лотереи если идеи как я дальше решать хороший вопрос да случайно или не случайно я сжимаю как хочу и он угадывает тоже как хочет в описании нет ответа на этот вопрос и вопрос очень правильный потому что первое что делает привяженный студент который хорошо учился на теории вероятности этого записывает что записывает зажал резко зажал ровно попробовала дать решку попробовала дать орел правильно здесь плюс пища здесь плюс 2 здесь 0 здесь 0 дальше при верхней студенте что-нибудь пишет про независимость событий про то что решка и орел наступает 50 песен тогда понятно что каждая реализация происходит с радостью 25 процентов мы можем взять одну четверть от суммы тысяча плюс две пищи и получать три тысячи девять четыре семьсот пятьдесят рублей правильно да а совершенно верно это соображение разрушает решениях но но пока не предлагает это соображение очень правильное оно должно прийти в голову из него следует что предложенное решение неверное и найденная цена тоже неверно и если вы готовы покупать за семьсот пятьдесят рублей эту лотерею вы разоритесь через много шагов то есть это слишком высокая цена потому что никто не говорил что здесь 50 на 50 допустим независимые допустим теория игр принимается предположение что мои ходы с выбранной вероятностью и ходы противника с выбранной вероятностью друг от друга не зависит кроме теории коррелированных равновесия передний край соответственно если мы говорим о независимости то осталось вопроса 50 на 50 вопроса 50 он подразумевается тем что я дарил решка ответ это никто вам не гарантирует он зажимает так как он совершенно не обязан зажимать ровно 50 процентов случаев валют и ровно 50 решку в частности если он про вас считает что вы ее подкидываете монету подкидываете и смотрите как выглядит что он будет зажимать решку как было правильно сказано если рассчитаешь на против него играет автомат который просто подкидывает монету то всегда ставят решку и тогда половину сучку проигрывать еще было ничего не проигрывает и лотерею стоит 500 рублей но это тоже неверно потому что если он все время ставит решку что мы делаем а мы все время говорим решку соответственно возникает вопрос а как же выглядит правильный прогноз что они правят что что здесь мы ожидаем какая правильная модель этой ситуации именно не техническая вероятность а теоретика игровая модель как она должна быть что здесь должно быть предположено да то есть 1 1 нужно найти вероятность из каких соображений давайте вот здесь будет здесь 1 минус т здесь я ничего не знаю от 50 на 50 мне просто нужно найти вот из каких соображений я буду искать через что этропе посчитать уделяется выпадение орешки дело в том что я же сам решаю то есть здесь нету вот здесь есть решение человека то есть решение нужно согласовать вероятность с получаемыми выигрышами в каком-то смысле да то есть вы смотрите первый номер если я всегда буду зажимать решку он скоро это поймет и начал всегда ее называть если я всегда буду нажимать орел тем более да он скоро поймет что у него есть источник 2000 рублей каждый год станет называть орла если я поровну играю он тоже нажимает внимание он тоже называет она потому что если поровну то ему выгоднее каждый второй раз выиграть 2000 чем каждый второй раз выигрывать 1000 правильно так соответственно порвну тоже не годится вариант значит теперь вот как бы тут просвет просвет должен быть в том что как только вероятности дают выигрыши при решке армия различные я сразу буду склоняться к тому чтобы называть что давно всегда ну да то есть если вот здесь и здесь вот при решке армия с какими-то вероятности называть решку означает в среднем получать больше чем называть орла то тогда я переключаюсь на решке это единственный прогноз который здесь может быть он как было правильно сказано должен быть равновесным теории как главное понятие равновесия что такое равновесный прогноз это прогноз которого второго все равно что именно делать все равно как поступать то есть нужно найти такую вероятность при которой если я пытаюсь все время говорить резко то у меня такой же будет выигрыш средний как если я пытаюсь все время говорить орел да а кто готов угадать просто тут не очень сложно конечно конечно 1 3 2 3 предположим что здесь решка в двух третях орел в одной трети тогда что происходит если я говорю резко я с вероятностью две трети получаю тысячу а с вероятностью 1 3 получаю 0 хлеб с маслом две трети вот тысячи а если я говорю говорю что я двое реже проигрываю но в двое больше выиграл это компенсирует друг другу то есть я если называю орел я выигрываю только в одной трети но зато две тысячи здесь я выберу двух третях случаях но вот здесь в одной трети но две тысячи и там и там выигрыш один и тот же и этот выигрыш очевидный не равен цене лотереи а именно две тысячи делить на 3 которые не так и так я получаю ну а теперь мне тоже нужно здесь и здесь поставить такие вероятности чтобы ему и зажимать тоже было равноценно что решет что это тоже конечно же две трети здесь все симметрично то есть получается следующее что если я в двух третях случаях пытаюсь сюда на крышу и в одной трети случаях я пытаюсь угадать вам то ему становится абсолютно не важно зажимать решку или зажимать орло он будет либо проигрывать в третях случаях 1000 либо проигрывать в одной трети случаев 2000 это не важно поэтому он готов это делать с любыми предписанными вероятствами в частности с такими при которых при которых мне остается совершенно все равно и это называется равновесием кон эшу это та самая великая ужасная прекрасная наше равновесие меша смешанных стратегиях смешанных стратегиях равновесие меша смешанных стратегиях данной игре вот ну и собственно понятно да то есть на самом деле в четырех девятых всех реализаций почти в половине и решка и зажимается и отгадывается в еще четырех девятых будет разнобой он ничего не угадает а в одном девятом всех реализаций в одной девятых случаях там типа каждый девятый раз да будет получаться огромный ну и соответственно цена на 2003 это 666 периоде то есть это значительно все-таки заметно меньше чем 750 рублей почти на 100 рублей то есть среднем вот если вы если вас развили да и сказали ну чё сейчас смотрите вот облиться все ясно связь что 750 и вы сказали да конечно дайте мне тысячу билетов заплатили 750 тысяч сыграли тысячу раз и 666 тысяч выиграли потеряли 84 тысячи рублей вот сейчас будет хардкор ситуация из моей жизни 2000 год первая амнистия заключенных так называемая первая путинская амнистия когда владимир владимир путин впервые истории планеты стал президентом было многие еще не родились да и он сразу же от радости выпустил всех заключенных на волю ну не всех как и поехали по своим домам и кто из взрослых помнит это 2000 года это поездах творился просто просто поезд на мурак ужас и мурак я в одно лето очень много ездил я тогда каждое лето вообще каждое лето там только вот момента по два-три раза ходил какие-то большие походы где-то очень далеко то есть там большая часть лет типа полторы две недели просто течение лета проходили в поезд и вот значит я попал на два раза из севера возвращались сквозь острова похода а попали огромное количество заключенных которые с нами ехали в поезде погрузились вы тут так сказать какой будет тюремную всю эту тематика как тюрьме побывали вообще ехали с востоком были на плаху тарана знаете где плаху тарана на земле есть такое место на другая планета на таймире есть такое плато выходили на месяц бежеводный поход и возвращались я потерял 15 килограмм 15 килограмм не удивляйтесь я больше их как и не приобрел то есть я безвозвратно хочешь похудеть спроси меня к таймир пешеводный поход выходной вес 53 килограмма на мужчину значит это самое и раскладка 450 грамм в день все все походили приехали у вас ну правда навсегда скорее всего приблиться вот мы возвращались возвращались вовсе и снова села уже серии когда поиск было огромное количество зэков еще добавлялись добавляюсь долго ехать едем мы в каком-то довольно большом промежутке времени мы ехали вместе с зэком я на верхней полке там вообще билетов не было пока вы боковой вверх при моем росте пришлось брать боковой вверх и внизу сидел вокруг него 20 циков в этом вагоне бегали там матерились там или все время водку а он как-то очень задумчиво так в окно посматривал я хочу не участвовать и к нему особо никто не подходит как сторонятся а он какой-то ты потому что я за убийство села нас как-то не очень трудно на за убийство не очень трудно мы такой листок спокойно а ты как вообще как там жизнь на поле ну короче мы сели с ним начали общаться и он в какой-то момент задал мне вопрос чем я по жизни занимаюсь я тогда был плачен ваш сотрудник центральной экономики математического института писал диссертацию я сказал что я занимаюсь такой того который называется теории что круто давай сыграем я сейчас тебе расскажу про тюремную самую главную игру длинные ночи кратая за этой игрой называется тюремный покер так и вызывается но колодка ну минимум всех там соответственно он играется без карты и играется вот так и как то есть только два знака один палец показатель и два пальца и это делается одновременно такая много раз два три но например сейчас получилось 3 если сумме получилось три то выигрывает он выигрывает три куска сахара если получилось 3 другим образом то есть у него один я по то же самое выигрывает если получилось 2 то выигрываю я 2 если получилось 4 то ура тоже я выигрываю четыре сказано вот такая вот игра ну вот давай поиграем вот сахар у тебя тоже есть сахар давай поиграем я говорю погоди минуту сейчас я скажу одно место ну я сделал лично пошел в туалет взял бумажку быстро быстро решил игру нашел цену игры вот игра кажется совершенно тоже так совершенно честно вот у тебя здесь значит один парень здесь два один два вот в этом случае я выигрываю 3 в этом я проигрываю 3 в этом выигрывать 4 честнее то есть тебе должно все равно но я провел анализ этой игры прихожу и говорю играя только я буду выигрывать когда три куска а ты когда два и четыре почему я говорю потому что ты честно его предложил значит тебе должно все равно странно что такого вроде все же ну посмотри вот здесь два и четыре здесь три и сумме 6 там когда не не прокатит говорю не прокатит почему не прокатит я бы не прокатит потому что ты будешь единицу выкидывать чуть чуть чаще чем я буду я сказал что я занимаюсь теории игр вот это да тоже займусь в следующий раз я приду и буду выигрывать когда в следующую твою фотку ну расскажи как расскажи ну и короче я ему рассказал как эта задача решается математически ровно так как мы решили предыдущую да естественно то есть идея какая что здесь не 50 на 50 вовсе 50 на 50 неправильный ответ если 50 на 50 то мне лучше называть ну вот я второй игрок да я выигрываю 3 а проигрываю 4 да если вот здесь 50 на 50 то мне лучше один палец называть всегда когда я буду половине случаев выигрывать 3 а половине случаев проигрываю 2 а если я 2 нажимаю то наоборот да я буду проигрывать 4 а выигрываю 3 то есть 50 на 50 не годится как равновесный прогноз это не равновесие в этой игре не часть равновесия не равновесная стратегия а какая же стратегия равновесная ну понятно что опять мы опять на самом деле все совершенно одинаково выглядит мы ищем такие вероятности при которых неважно называть единицу или двойку ну дальше получается такое уравнение что если назвал единицу давайте посмотрим назвал один тут уже не угадаешь то есть это надо писать в предыдущей игре просто было угадать 1 1 3 2 3 здесь так просто не угадаешь только если как-то наитель быстро раз схватит значит если ты назвал один то ты играешь против стратегии P и 1 минус P пока не знаю чему равно P ну ты играешь против этой стратегии соответственно если ты назвал один то с вероятностью P ты второй то есть с вероятностью p ты проигрываешь 2, это вот такое, да, получается. Но при этом с вероятностью 1-p ты выигрываешь 3. А если ты назвал единицу, если ты назвал 2 пальца теперь, то тогда с вероятностью p ты как раз выигрываешь свои 3 куска, правильно? А вот с вероятностью 1-p ты проигрываешь 4. И p должно быть найдено из равенства вот этих двух выражений. Мы должны получить, что в среднем за много-много розыгрышей против такой стратегии уравнивается мой выигрыш от того и этого. Давайте трое сюда перенесем, плюс 3 на 1-p. Ну и дальше понятно, все уже дело техники. 4, 1-p и 3, 1-p это 7 на 1-p. 3p и 2p это 5p. Дальше мы можем раскрыть скобки. У меня получается 7 равно 12p. И вот вам ответ. 7, 12. Я ему это изложил. Я говорю, будет 7, 12 вот тут, будет 5, 12 вот тут. И так у оборы. И дальше, если произвести вычисление, получается, что 1-12 у каждой кон выигрывает тот, кто играет за партию 3. То есть за 3 кускаса. 3 кускаса означает, что в среднем за кон вы выигрываете 1-12 кускаса. То есть если вы за тех, кто... При равновесном прогнозе, то есть единственное возможное прогнозе. У нас нет теории игр. Мы не можем давать неравновесных прогнозов. Мы даем равновесный прогноз. Как это дальше реализуется в жизни, мы не знаем. Но ничего кроме равновесных мы давать в качестве прогноза не можем. Если будет тысяча воды, то, скорее всего, так и будет. Он в семье, в 12 там, будет наживать один. И он вот совершенно от этого просто упал в какой-то трассу. Он сидел, смотрел в окно и был. Надо же вот взять вот за 5 минут. Это же какая сильная наука. Если ты за 5 минут получаешь те сведения, которые мы только догадывались, что немножко чаще надо один палец показывать. И новички ходили по зоне и говорили, как тебе, везет сам? Нет, мне что-то не ведет. Да мне вроде ничего. То есть они считали просто, что, ну, как бы, можно, по-первых... Ну, то есть они считают, что есть везение, да, такое везение. Ну, везет, не везет. Но если они с одинаковыми шансами делают один на два, то, соответственно, играть с ним надо один. Но если будешь все время играть один, там будет это замечено. То есть надо чуть-чуть. Он будет чуть-чуть играть чуть-чуть чаще. Вот это просто конкретное число и конкретное значение. Все будет. В следующий раз. В следующий раз. В следующий раз. Не знаю, осталось ли для него следующий раз или нет. Потому что он вышел в Новосибирске и пересел на поезде Самары. И мы рассрались. Вот такая игра. В следующий раз. Да. Доверь трех пись, хотите? Да. Давайте. Сколько вообще времени у нас? Как заложено? Мы примерно там час 15, час 20. Лекция, а потом вопросы, да? Типа кого? На поезде. На поезде. Это главное у нас треть. Я сейчас объявление сделаю. Сколько вообще сейчас времени? Ребята, смотрите. У нас поезд с принадлежью в 21, по-моему, в 35. 33? Ну, 33, наверное, точно. В 21-33. Вот. Так вы решаете с какой вероятностью с учетом пробок, да? И с ними там выехали. Ну, в 9 уже нет пробок в городе Воронеже. Ну, в 9 это уже нет. Я сейчас точно уже не попадем на поезд. То есть в край вот пол девятого надо выезжать. То есть это уже сесть в машину. Пол девятого, да? Это вот самый край, да. Понял. Да. Чтобы поклонники и поклонницы. Но в пол девятого можно выезжать из шесть каких соображений. Если будет мертвая пробка, то за 40, максимум 45 минут я здесь нахожу без машин. Так что это придача. Это не все, пожалуйста. Нет, там буква сейчас есть. А, мимо пробки. Да. По букве, мимо пробок. Да. Да, 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 да. Ну, в общем, если что, да, если что, на самом деле… Ну, давайте, ориентируйся на это. А сейчас сколько времени? 9-40. 7-40. Ну, давайте я вам расскажу вот этот сюжет про дверь трёх лиц, потом намечу самый актуальный на сегодня телеский игровой сюжет, самую актуальную задачу. Её решить мы не сможем, я её решать не умею. Вот. Но я её в программе чётко сформулирую, и вы почувствуете, насколько она просто невероятно совершенно офигительная, я бы сказал, сложна. Вот. И потом я предложу вам меня, так сказать, допросить, о чём угодно. Либо про тему лекции, либо по теме лекции. Ну, и расскажу ещё про ресурсы, которые у нас есть. Вот. В интернете. Про канал. Так. Были трёх лиц. Значит, задача истории после войны. Она была сформулирована после второй мировой войны. В 1946 году она попала в журнал «Математические загадки и головоломки». Она звучала так. Трое боятся друг с другом за выживание. На выживание. На полное, значит, давайте проживём АВЦ. И они вот последовательно, они пытаются друг друга устранять. Цель, ну, как бы, или остаться в живых одному. Остальных друг устранить. И они, ну, так как в фильме «The good, the bad and the agri», трое стрелялись вот так, как на старом кладбище. То есть каждый из них, на каждом шаге, когда он, его очередь стрелять, он выбирает себе сам жертву вот эту или эту. И так происходит по кругу, шаг за шагом. Известно, что точность попадания у них разная. А именно у А – это 50 на 50, у В – это 80 на 20, а Цель не промахивается. Игра начинается со самого слабого, потом более сильной, потом с самого сильной. Вопрос. Кто с какой мирой яркости выживет? Понимаете, да, что это вопрос не по теории вероятности, а по теории ИГР? Потому что нам предстоит при ответе него давать ответ на вопрос, в кого будет стрелять А, если будет стрелять в данный момент, если промахнется, в кого будет стрелять В, если промахнется В, в колокол будет стрелять С, и так далее, пока мы не дадим полный анализ этой ситуации, полный теоретико-игровой анализ. Ну и, соответственно, в какой-то момент, когда кто-то выпадет, то мы должны будем ответить, что произойдет дальше. То есть, например, если А убил В, дальше у С остался только один абонент А, естественно, он его просто убивает на следующем ходу и все. Вот, если нам В убил С, то А на следующий ход будет стрелять А и стрелять В. Да? Получается, а если мы тебя убьем, то стрелять С? Да? Сейчас, да, сейчас мы попробуем, да, сейчас мы попробуем это, ну, как бы, да, так строго поиски рассуждения, которое к этому и придет, потом немножко будут некоторые коррекции. Потом будут некоторые коррекции подтверждения. Да? А они знают, какой коррекции? Они сами выбирают. Они сами выбирают. То есть, известно только точность попадания. Но в кого стрелять, это выбор самого А. А, ой, да, да. Да. Простите, да, я не понял вопрос. Да, знаю точно все это все. Что? Тогда Виколу надо стрелять всем пищевым и на старшем. Ну, давайте посмотрим. И вычислим, соответственно, значение, и дальше нас ждет маленький сюрприз. Майя. Я очень прошу. Я очень прошу. И так, и так, давайте на секунду представим себе, что очередь пришла в С, и они живы еще все трое. Если двое живы, там все понятно, там просто друг другу стреляют, пока не останется один по очереди. Вот. Значит, если вот трое живые и приходит очередь С, в кого он стреляет? Б. Потому что ему явно лучше остаться против А, который плохо стреляет, и застрелит его с вероятностью 50%, чем против Б, который застрелит его с вероятностью 80%. Это совершенно очевидно. То есть на этом шаге прогноз заключается в том, что С будет стрелять в Б. Отлично. Зафиксируем это. Откатим назад. Откатим назад. Что будет делать Б, если он сейчас должен стрелять? Да, и вот почему. Если он не стреляет в С, то он будет убит в любом раскладе. Вообще в любом. Попадет ли он в А, или не попадет в А. Если он попадет в А, естественно оставшуюся его за полубьет. Если он не попадет в А, то он уже знает, что все равно его убит. То есть у Б есть единственный вообще шанс на выживание. Он заключается в том, чтобы обязательно попытаться убить С. Так. Отлично. Он вообще самая важная позиция. Да. И вот теперь у меня А, да. Что А делает... Ну так, там немножко более аккуратный анализ тоже приводит к тому, что, как и сказано, ну просто надо проверять А в С или Б, получается, что надо стрелять С. Теперь давайте, внимание, вот сейчас мы вычислим вероятности, с которыми они выживут, уже с учетом этого прогноза. То есть на самом деле игра закончится не позже, чем вот этот момент, когда он сюда придет, то уже В. Вот этого В уже точно нет. Уже дальше ничего нет. И максимум, что может быть, что это вот А... Нет, вот А промахнулся и дальше С уже убьет и А тоже. То есть вот максимум будет так. А промахнулся, В промахнулся, С убил В. А промахнулся, С убил А. Это максимум, сколько будет проходить эту дуэль. Ну давайте считать. Значит, итак. Когда С стреляет в М, он переводит игру в ситуацию дуэль, где начинает А. Когда... 50 на 50, правда? То есть А либо смог его убить сразу же, либо был убит на сверху ходу. То есть здесь все понятно. То есть в момент, когда С стреляет в В, выигрыши вот такие. А нам нужны выигрыши на момент начала. Ну давайте посмотрим. Значит, предыдущий момент у меня. Это момент, когда В стреляет в С на предыдущем шаге. Давайте посмотрим... Давайте посмотрим, к чему это приведет. То есть у меня есть 80%, что он попал, да? 8%, что он попал. И 20%, что не попал. Давайте посмотрим, что будет, если он не попал. Тогда мы вот в этой ситуации окажемся, правда? То есть если он промахнулся, то у нас вот это вот 0,5, 0,05. И это происходит с вероятностью 0,2. То есть с вероятностью, с которой он промахнулся. Вот этот вектор выигрыша возникает. А вот здесь немножко сложнее. С вероятностью 0,8 возникает ситуация, что В убил С. И тогда начинается дуэль между А и В, которая, вообще говоря, может продолжаться. Я сказал, что все закончится здесь. Но это если оно до С дойдет. Если оно не дойдет до С, то оно здесь может не закончиться. То есть если В накроет С, дальше вот эти А и В могут шельдоваться сколь угодно долго. Потому что ни один из них не попадается стопроцентной меткостью. И соответственно нам надо посчитать, какие здесь будут выигрыши. То есть нам нужно в каком-то смысле, да, нужно просуммировать бесконечный ряд, некую сумму. Но здесь можно жулить, ну как, строго, математически жулить. То есть можно провести абсолютно строгое рассуждение, которое нам дорогу сократит. А именно, давайте вот предположим, что в начале, когда А стреляет, вероятность его выживания равна чему-нибудь. Ну понятно, что не то, что предположено, она все равно чему-то равна, да. То есть в этой ситуации есть какая-то вероятность выживания для игрока А. Мы ее не знаем пока, мы ее обозначаем за Х, да. Вот мы ее должны, мы ее назначили за Х, она принадлежит, понятно, очевидно отрезку от нуля до единицы как-то, и мы должны ее найти. Давайте попробуем на нее написать некоторые уравнения. Как мы это будем делать? Мы будем делать так. А может либо попасть, вот она стреляет, она стреляет Б. Тогда стрельальность с 0,5 она попадается, а стрельальность с 0,5 она пробачивается, правильно? Какое здесь будет выигрыш? Ну, 1-0, да? Все. Он убил, все, убил, все. Он остался один, он убил, все. Он выиграл. Дуэль выиграна. Значит, один у него и ноль у второго. Ну, третьим я уже не пишу здесь. Так, а если он не попал? Тут неправильно писать 0,1, понимаете, да? Здесь будет Б стрелять с ВА, да? Тут еще маленький шанс ВА все-таки есть, правда, в этой ситуации? Потому что вдруг Б промокнет С. Это же не С. Соответственно, здесь будет 0,8 и 0,2. 0,8 приводит к итогу 0,1. Это если Б попал, то он получил единицу, он выиграл и А получил 0. Но если он не попал, то что дальше происходит? Правильно, мы возвращаемся туда, а значит, здесь стоит Х и один минус Х. Х мы пока не знаем, но мы смогли его связать с самим собой линейным уравнением. Это то, что я всегда говорю, ребята, вот это можно в 5-6 классе, когда начинается линейное уравнение, привести, как пример, совершенно жизненного линейного уравнения. но и куклиц, да? Чтобы все из жизни. Вот с какой вероятностью мы спасемся? С какой вероятностью А? Не знаю, обозначим за Х. Но это Х должно быть. Чему равно? Оно должно быть равно с вероятностью 0,5 единицы и еще с вероятностью 0,5 умножить на 0,2 тому же самому Х. Вот этот сколько я уже не записывал, потому что это 0. 0,5 на 0,8 на 0. То есть вот у меня получается уравнение такое, да? Х равно 0,5 плюс 0,1 десятая вот набросал на Х. То есть 0,9 х равно 0,5. Или мы получаем 5 девятых. Вот. То есть правильный ответ такой. 5 девятых, 4 девятых и 0. Это в случае, если началась 2 и 2 птиц. Давайте посчитаем, чему это равно. Давайте посчитаем, чему это равно. Итак, если у нас игра перешла к В, вот она перешла к В, то тогда вероятности выживания равны 0,8 4,5 на 4,5 на 5, да? 4,9, да? Плюс еще одна десятая отсюда. 2 на 0,5. Здесь 4,5 на 4, 16, 45 будет. И плюс 0. Здесь 0 плюс, ну, короче, здесь одна десятая. Вот. Верный цех, которого все, да? Это самое. Вот. Вот с такой же. А здесь вообще, здесь на самом деле, если мы прилем к общему знаменателю, получается 49, да? 49, да? 49, 90. 49, 90. То есть больше 1, 2. Это вероятность выживания А. То есть смотрите. Если в данный момент стреляет В, то А просто в шоколаде. У него шансы больше, чем 1, 2. При том, что их трое, да? Вот. Потому что если бы не убил С, если бы убил С, а решается 2,9 начинает, там 5,9. Если бы не убил С, еще лучше, потому что на следующем ходу все убьют В. Тогда будет 0,5. Нет, хуже. Там 5,9, там 1, 2. Нужно будет смесь между 1, 2 и 5,9, да? Вот. Соответствующими весами. То есть у А в этом случае вероятность больше 1,2. Теперь внимание. Когда мы будем наконец доигрывать за А, то мы получим следующее. С равенностью 0,5 он победил, он убил С, и с равенностью 0,5 он промахнулся. Вот здесь, если он промахнулся, его ждет 49,90. А если он убил, то его ждет дуэль с Б, который начинает Б. Знаете, какая у него там вероятность будет? Знаете, какая у него там вероятность будет? Одна девятая. Одна девятая. То есть если А, С или С, убил С, то у него очень низкий шанс слышать. Что из этого следует? Да. Но этого не было в условии задачи, да? В условии задачи не было такого, что можно промахиваться специально. Но в жизни-то это очевидно, что есть, да? Это тот случай, когда построенная модель неверна как модель. Мы не учли, что любой человек, конечно, может сделать вид, ну я просто плохо стреляю. Понимаете, да? То есть жизнь диктует нам другую модель, в которой можно промахиваться. И тогда мы должны описать эту ситуацию по-новому. Значит, итак, в 46-м году, спустя полугода после формулировки этой модели, было решение, которое я вам представляю, опубликовано и признано правильно. Но уже буквально спустя месяц в том же журнале появилось опровержение. Как же это может быть правильнее? Посмотрите, оно неправильно по сути. А выгодно промахиваться, а не стрелять в С. Да, если его заставят стрелять в 50% стрелять, то есть В и С он выбирает в С, но это для него не годится, ему лучше промахнуться, ему лучше передать в ход. Но тогда возникает вопрос, а как, ну то есть прогноз, который был дан в этой статье, состоит в том, что А, что нужно разрешить стрелять воздух, и тогда А будет стрелять воздух, а Б и С друг друга. И это действительно равновесие. Если вот мы берем сценарий А всегда стрелять в воздух, а Б и С всегда друг друга, то отклонения отдельные, индивидуальные для Б или для С не приносят им выигрыша. То есть если они пытаются стрелять воздух, они еще хуже получат. И так плохо, но будет еще. Но вопрос такой вот, в 92 году, спустя 50 лет, после всех этих дискуссий, в кванте, в нашем с вами журнале кванте, вышла статья, которая называлась «О тройном дне тройной были». И там было аргументировано, что мы им не дали шансов стрелять воздух, точнее, дали, но решили, что они стреляют друг другу и ограничились этим равновесием. Да, мы нашли это равновесие, но совершенно не очевидно, почему нет других равновесий. А какие еще могут быть равновесия? Ну какие? Например, все все время стреляют воздух. Но это же не прогноз в игре. Игры, которые продолжаются бесконечное время, никто не умеет изучать. Только с дисконтированием в экономике это можно делать. Но вот по жизни, когда вот так, мы им просто не знаем, у нас прогноза нет. Вот эта статья конца, она так и завершалась. Но у нас нет прогноза на своих трех лиц, и на самом деле задача ждет еще от своего рождения. Дальше начались разные публикации. В том числе у нас была одна статья про это, но она не была, ее нет до сих пор. Ее написали и не опубликовали. Потому что третий наш автор сейчас вообще уехал за границу, а до этого никак не мог найти время работать. Хочу. Короче, такая несчастная статья, написанная 13 лет назад и так и не опубликованная. Мы формализовали конец игры некоторым конкретным образом. А именно, что после трех выстрелов в воздух поступает божья кара и они все погибают. Ну понятно, да? Мы решили так, что мы ограничены, потому что если два выстрела было в воздух, по третьему уже обязательно куда-то стрелять. Это не очень естественное предположение, но вообще в этой игре не очень понятно, как естественно ее завершить. Поэтому любое предположение будет не очень естественным. Воздух, а в 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 С уже обязаны стрелять. Но все равно непонятно, кто его обязывает. То есть фактически мы все равно не сняли исходный вопрос. Но предположив это, мы установили, что там есть очень странный РНС, в котором побеждает С с большой вероятностью. Но они и третий, а начиная с очень больших величин всех трех. То есть вот если третий стрелять точно, а два у них тоже достаточно прочных, то с какого-то момента, оказывается, появляется равновесие, когда он все вынуждает стрелять друг друга. Но, в общем, это такая довольно сложная математика оказалась, прям реально сложная. Может, там она притворяется, вот эти всякие графики в этой статьях. Ну, смотрите, какая сложная. Ну, в общем, эта дуэль, вот она до сих пор, а может, другое предположение должно быть, да, в конце. То есть три, не три подряд, а что-то еще надо предполагать, ограничивать число патронов. Не знаю, что-то есть. Если первый стрелять В, расклад меняется? А? Если первый стрелять В? Ну, если первый стрелять В, на самом деле, вопрос, как бы, это же, если циклический, тут важен циклический порядок. Ну, фактически его просчитали, если первый стрелять В. То есть это разносили в данном подходе? Да, на самом деле, это, когда мы решаем вот в данном циклическом порядке, мы все равно должны, как бы, решить с любого из места, иначе мы не сможем решить с предыдущего места. Поэтому мы… Есть два, две задачи. А, потом В, потом С, или А, потом С, потом В. Вот это две разные совершенно постановки. А если на замене, то есть, если все прикинули нож, и вы увидите, а так они, например, с собой как впереди? Не знаю, очень интересно, очень интересная постановка, да. То есть, на самом деле, еще много, тут еще много интересных постановок. Да, вот тут, кстати, приходит. Вести нож, который… Да. Ну, тогда вопрос, что происходит, если нож улетел, нужно как-то завершить. Ну, тогда уже заработали. Да. Вот нужно, чтобы, как бы, во всех случаях были выпускными решениями. Да. Тогда наше решение подходит, вернее, если у всех сто процентов шанс попадания, но вот эти вероятности – это осечка ручья. И у них, когда нет вероятности, что они будут следить? Ну, да. То есть, они не могут поднять, да. Ну, типа того, да. Вот тогда у нас понятный прогноз – АМФЦ, АЦЦ и ТСДУП. То есть, в этом случае, все понятно. Ну, а что, эта задача какая-то странная, она до сих пор все время выходит, какие-то статьи уточняющие, вот такая постановка, такая постановка, одновременно стрельба очень интересная. Это странная и сложная задача, которая до конца еще не разобранная. Ну, а завершу я задачи, которая прям совсем не разобранная. в ней только отдельные случаи разобранные, и звучит она так. Армия полковника Блота, так и называется игром полковника Блота, напала на армию майора Беллони и организовала фронт в Н местах одновременно. Н мест ведения призыва к детям. У полковника Блота – Р. Армия равна Р. в нормальном случае, ну, например, там, шестьсот тысяч. У майора Беллони, она равна С, например, двести тысяч. Которые провисволенным образом распределяются и кидываются между фронтами. И здесь тоже С, С1, значит, вот это равно Р, а это равно С. Это я для четырех. Случайно взял показатель четыре. Совершенно случайно, ни с какими реальными действиями, конечно, показатель четыре не скажу. Итак, открывается Р фронтов, например, четыре. И дальше нужно распределить имеющуюся военную силу. Каждая из армии распределяет. Цель – выиграть как можно больше фронтов. Может быть другой вариант. Цель – выиграть все фронты. Если хоть один проиграл, значит, проиграл. То есть, задача состоит в том, а что значит выиграть фронт? Это значит, что Р2 больше С2. Вот если Р2 больше С2, значит, это фронт выиграл. Если Р4 вдруг меньше С4, то Р фронт выиграл, наоборот, в моем уровне. Вопрос – какое здесь равновесие? Ну, при равенстве будем считать, что там случайно можно бросать за монеты, потому что потом будет усреднение по континуальному множеству, а равенство – это вероятность. Ну, там, жалевая вероятность. Но если мы выйдем на какие-то моменты, где… На самом деле, ответ такой – в равновесии нельзя ожидать, что будет равенство, потому что тогда один из них чуть-чуть добавит сюда и победит. То есть, будет, ну, как бы, будет… Ну, на самом деле, это тоже неправильный ответ, потому что равновесие в чистых стратегиях здесь никогда не бывает. То есть, если… ну, практически никогда не бывает. То есть, если полковник Плотов подсмотрел вот это, то он подстроит, понятно как, да, он везде чуть-чуть чуть-чуть больше поместит, а если не на… Ну, если у него армия больше, то он просто везде чуть-чуть чуть-чуть больше сделает. Но если майор Берон подсмотрит вот это, он сделает так, чтобы хотя бы один фронт, у него сильно меньше армия, но хотя бы один фронт да выиграет. Понимаете, да, то есть, как бы, нанесет противнику поражение на одном из фронтов, и в некоторых случаях это может ассоциируется с поражением, да, в каких-то образом. Вот. То есть, есть, например, такая задача. Вот у вас есть произвольный ERS. Вопрос, сколько фронтов надо открывать, чтобы гарантируют это на всех играть, во всех равновесиях, которые есть в этой игре. Такая задача. Задача этой решения, в общем случае, мне неизвестно, и, по-моему, оно, собственно, неизвестно человечеству. То есть, это очень сложная задача. Она решается в плотностях. Там бывает ситуация, когда, как бы, кидается монета между несколькими вариантами развеения, но более общее, это когда просто континуально это семейство развеений, какой функциональный анализ возникает. Тяжелый. И это понятно. То есть, это вот, как бы, это тот случай, когда это прямо из жизни взято и совершенно не может быть решено на сегодня существующими методами математики. только в частных случаях. Есть там вот такой труд про тренировок, по-моему, вот такого размера для всех РС. Гигантская работа, я полностью решил на этот случай. Вот, на этой мажорной ноте я, пожалуй, остановлюсь, и мы с вами пообщаемся вместе. У нас все еще есть, да, какое-то время? Сейчас сколько времени? Восемь? А? Шесть на девятом, да? Минут двадцать запросто можем пообщаться. Я сейчас выпишу канал, на который я вас всех приглашаю. Канал называется «Маткульт. Привет». Пару, поднимите руку, кто его знает? А, ну, понял. Большинство. Больше половины, судя по всему. Но все остальные тоже приглашаются подписываться на него. Вот. Значит, итак. Ютьюб. Фом. Маткульт. Привет. Это Ютьюб-канал. У нас 240 тысяч даже с лишним, по-моему, 240 канал уже. Мы постепенно растем, правда, уже довольно медленно, потому что уже все подологные любители математики в русскоязычном мире этот канал знают. Вот. То есть мы как бы пришли. Но он новый вот расставит там. Четыреклассники. Находят, подписываются. По-чуть, по-чуть, по-чуть подрастает. По-тон. Тут разные сюжеты есть. Тут есть очень простые. Есть сложные, прям тяжело сложные. Есть легкие. Такие, как сейчас. Лекции, например. Вы куда собираетесь ее заливать? Ко мне отдать или к себе залить? Можно, кстати, туда и туда. Больше нету. Вот эти ограничения, они были, когда Ютьюб здесь монетизировал. Теперь мы уже много раз залили тот же самый контент в себе, как и на другой ресурсы. Нам не приходят никакие страйки. К этому стрессу стало проще. Мне даже проще стало. Потому что я не монетизировал. Я не пускал рекламу. Чтобы она не мешала. Пускал. Смотрите. Понимаете? Что это такое? Начинаете смотреть. А там какая-то появляется. Бамперсы какие-то там наружки. Натягиваются из экрана. В ужасность совершенно. Поэтому я ее сразу включал. Даже когда я ее еще было. Ну, соответственно, я ничего не потерял от этого. Вот. Ну и приобрел то, что теперь мы все. Ютуб не следит за тем, что я заливаю тот же контент, как где-то еще. Поэтому если отдадите, я заливаю и вы можете зайти тоже. Вот. Вот таких лекций довольно много там. Но такие лекции так смотрятся, редко сильно смотрятся. Потому что вживую лучше, правда? Вживую. Приехать, пообщаться вот так. Гораздо лучше, чем через экран. Ну, тем не менее. Вот там. Кто в Владивостоке живет, хочет посмотреть эту версию, может открыть, посмотреть, как я в Воронеже выступал. То есть какой-то плюс от этого и есть. Так. И дальше, соответственно, соватеев xyz. Это сайт, на котором очень много разных ресурсов. Там социальные сети, все новые ведут мои помощники. Я сам только ВКонтакте иногда залезаю объявления давать. И иногда чем-то какие-нибудь мысли свои выражаю. Есть телеграм-канал «Саватеев образование». Называется. У него помощница, значит, я, например, ей присылаю что-то. Иногда кто-то еще публикует. В общем, вообще есть. Вот. Я возглавляю движение «Родная школа». Что такое родная школа? Это такое объединение работающих учтений, и настоящих работающих учителей в практиках. А также, кого-то, кто там хорошо про их работу, после того, кто видел много раз. Вот я, например, не работающий учитель, но я там виду 300 школ в России. И каждый из них я изнутри, как бы, наблюдал, как идет работа, реальность учителей. И у нас там выработалась доктрина. Доктрина родной школы. Она называется так. В основе школьного, учебного процесса в июне 19 веке и в 20 веке есть 21 и будет всегда сколько будет существовать человечество, всегда будет лежать обычный традиционный урок ведущийся живым учителем, живым, спокойно сидящим ученикам. Ну, там небольшое мы можем в сторону методики базарного небольшое послабление дать. Наверное, стоять тоже можно. То есть, вот, единственное, из новых, вот этих новых, да, все общества, которые вы видели, к массовой школе неприменимы вообще. Кроме, может быть, методики базаров. Это единственное, что, может быть, мы еще до конца это не просчитали. Но все, что касается каких-то там универсальных учебных действий, каких-то, значит, этих самых тьютеров, бог знает чего, но выдуманных. Никакого отношения к массовой школе не имеют и обучаться, таким образом, невозможно. Только в каких-то идентичных заведениях. И вот это, как бы, просто люди, которые об этом все время говорят. По всех интернетам. Мы сейчас проводим аудит положения учителя в России. Собственный аудит. Не тот, который для галочки делает Министерство освещения постоянно, а настоящий. Но вот я приглашаю всех, кто поучаствует, заходите сюда, увидите все там. Стать представителем школы. То есть, если у вас есть выход на школу, то вы регистрируетесь, и вам система наша выдает сколько хотите одноразовых ссылок, которые надо раздать учителям. Они берут ссылку и добросовестно за 15 минут заполняют все совершенно насущные вопросы своей деятельности. Увидите вопросы просто ровно про то, что учителей на сегодня беспокоят. И мы собираем эту статистику. Уже больше тысячи анкет заполнили учителя, до кого мы пытаемся протягиваться. В общем, в итоге боятся заполнять, когда нам прилетели. Прилететь не может технически. То есть, это никуда вообще не идет. Это в обобщенном виде только направляется. Вот. Так что вот это то, что я хочу сказать. Что еще я хочу сказать. То, что в новых условиях, новые методики, может быть, вот эти, которые не работают, да, может быть, и отпадут. Есть некоторые надежды. То есть, у меня есть некоторые надежды. Так что в новых условиях, как бы, страна, ну, в стране востребовано нормальное, суверенное образование, да. Хоть это и банальные слова, но они верные. Вот. Поэтому у меня определенная надежда есть. Но посмотрим. 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 Может быть, я и слишком большой оптимист. В любом случае, конечно, все 30 лет разваливает, это быстро не восстанавливается. Но будем смотреть будущее, да. Вопросы? Да. Вот задача про вот эту трешку, да. Если у нас есть определенная последовательность, цикл. Из hydappivate. Я правильно понимаю, что всегда выживает… Мы не знаем никаких граничных условий, а пониagles, правильно… Я правильно понимаю, что всегда выживает слабо. В тех равновесиях, которые находили, выживает слабо. Мы нашли вот в этой странной ситуации, вот в этой странной дополнительной предложении, да, накажера 알아aging одного, в котором выживает слабо. Нет, если не sabemos никаких граничных условий, задаем существующих сегодня моделях везде открывается совершенно неожиданно истинно которую и более того в жизни было много похожих сценариев были ситуациями коллекционировали вот например 10 году были выборы мэра в иркутске внезапно возник кандидат от единой россии который на победу то есть возник некий мужик который сказал ты не представитель путина ты никто вот я представитель путина настоящий голосуйте за меня и они стали друг другу мочить просто жесткой форме в конце концов единая россия сверху снила второго уже дмитрия вот его убрали с выбором и побеждает за неделю до этого вы не сказал выбор не назначаются выбирали собака здесь и вдруг победил то есть это надо совершенно явно это и трех лиц абсолютно где победил слабейший и это не единственный случай еще была ситуация которая связана с переходом игроков был такой игрок баскетбол самый крутой и даже до сих пор играет гиброл джеймс и сезон 12 назад он выбирал клубы там два клуба строили шутку и совершенно драку за него два сильных клуба мощных финансов клуба и он ушел в третий клуб результате то есть такие случаи время тренинг происходит действительно вот это дуэль трех лиц когда побеждает слабейший это лейтмотивная история лейтмотивная в крыму как-то мы котлету дети не доели котлету мы выложили ее на подоконник чайка подлетела только хотелось есть котлету как другая подлетает как ей даст клюву в бок и они давай драться и тут какая-то такая чаплая такая прыг 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 как раз котлету и все нет котлет кто ж победит чемпионате а кто победит отличный вопрос кто победит чемпионате да а ну я всегда всегда ошибался поэтому я не знаю ну давайте скажу что аргентин не ошибаюсь не ошибаюсь на самом деле конечно финал какой ты там в бразилии франции извините можно вопрос да в одном из интервью с вами вы говорили что у каждого человека индивидуальный уровень восприятия математики выше которого прыгнуть ну практически невозможно вот что делать студенту от которого университет требует больше чем он сам может понять допустим егэ по математике я сдал легко но 3d фурье и разложение лорана для меня даются очень тихо я могу дать маленькую надежду все таки все таки десятикратная попытка то есть больше нужно упорством но спасибо геометр и егэ царского пути ты сдашь сведения пусть если бы нормально сдал егэ по лягу еще вопросы еще вопросы да когда с вами выйти в югу школу оно не вышло еще Я каждый месяц спрашиваю Макса, не хочет ли он его выпустить. Он, видимо, так сильно занят, что я даже перестал спрашивать. Да, а то, что дальше не было, он зашивается. Макс зашивается, у него растет этот объем, как есть этот переход масштабирования. В бизнесе мне рассказывали друзья, которые, в том числе, мне помогают сильно. Они рассказывали, что кризис масштабирования, когда приходят через предыдущий механизм, были там оцелены на 30 тысяч подписчиков в школу, а их стало песят. И начинает уже лопаться все. Он сейчас бегает и пытается это перестроить. Я понимаю, но я не знаю точно, если честно, я могу сейчас сказать глупость. Но, в общем, так и не иначе, он очень сильно занят. Вот. Так. Еще вопросы? А я вот немного не поняла про задачи с А, В, С. Получается, почему всегда выживает слабейший, если… Ну, у С всегда есть вероятность выжить какая-то, потому что А и В могут промахнуться. Но при этом, если выживает С, то его противники в любом случае умирают. Ну, да. Вот получается так, что так как В с очень большой вероятностью попадания всегда пытается устранить С, то, соответственно, вот все шансы С умножаются на промах В, то есть на 0,2. Какие бы они там ни были. И все, да? 0,2, сколько ни бери, будет мало. Еще вопросы? Господин Павлович, вы так много ездите, какое количество жителей в городе оптимальное вы считаете должны быть? О-о-о-о, хорошие вопросы. Отличный вопрос. На самом деле, вот это вот… то есть, смотря для чего, вот для того, чтобы можно было получить фантастического уровня математическую школу меньше миллиона труда. Трудно. Бывают случаи, но мало. Чтобы получить там целый институт, который будет самый концентрированный математический институт в мире, нужно быть Московским, и все. Никуда не деться. 20 миллионов. Но чтобы было вот выйти, комфортно, да, вот выйти, ну и скоро попасть в деревенские условия, там какие-то, да, листы. Вот это Майкоп. 150 тысяч. Майкоп – это исключительно. Я всегда смотрел и думал, что вот, если совсем как-то пойдет по негативному сценарию все, то Майкоп – это прекрасное место, где можно после ядерной войны доживать. Да, тем более она там есть. То есть, там как бы на имеющейся, там небольшой математической школе нарастить, уже очень просто, поэтому нарастить всего остального. Да. У меня вопрос про дуэль. По кому? У меня вопрос про дуэль. Ага. Можем ли мы построить модель под каждого участника, как под каждого игрока, если с дополнительными условиями и будет ли это модель Верна? Не понял. Чтобы каждый игрок в определенных случаях мог выиграть. То есть, допустим, в одном из случаев выигрывает С, в другом случае выигрывает П, но если мы вводим дополнительные условия, задачи. Не могу понять, потому что вопрос не струбулирован вот в такой форме, в такой точной форме, да? То есть, он такой похож на колоссовский, я не знаю. Слышно, да, нет, но мы же на самом деле, мы же за них выбирали за каждого, вот предположим, что мы сидим здесь. Тогда мы должны стрелять в В, потому что, если мы будем стрелять в А, то наши шансы будут 0,5, а если в В, то шансы будет 0,5. То есть, мы уже решили, мы на каждом шаге решили за каждого человека. То есть, тем самым мы полностью описали всю равновесную стратегию для каждого, не для одного А. То есть, здесь ответ такой, мы нашли равновесие, предположение, что воздух стрелять нельзя, мы его совершенно строго посчитали. Нашли то единственное равновесие, которое в этом случае есть. Да, но когда добавки выстрелы в кушке, то уже сам бы сказал, не было найти. Да, а вот после этого, после этого модель сама по себе оказалась не закрытой, не замкнутой, не, как бы сказать, она не формализованной. То есть, это модель, который может произойти сколько угодно подряд, и стрелять воздух, и в этом смысле, в этом случае не очень понятно, какой мы даем прогноз. Да, то есть, ну вот что, ну вот они стреляют воздух, да. А нам нужно выразить их выигрышами, что вот тот-то, с такой вероятностью выжил, с такой, то есть какой-то. Нам получать, что если я стрелять воздух, они типа все трое выжил, но они же ничего не получат, да, в этом случае. То есть, здесь нет замкнутости модели, и поэтому ничего спрогнозировать мы в ней и не можем. То есть, здесь еще раньше мы умерли, да, как модельеры. Как математические модельеры, мы умерли раньше. Мы не смогли даже модель построить. Да? Микрофон. Где, по вашему мнению, лучше всего математика, где сильнее всего? Ну, сейчас-то уже просто нет никаких сомнений, что у нас на ППМА. До этого можно было говорить, что есть там высшая школа экономики, там разные ее подразделения, но после 21 сентября колени из вышки оказались очень, как сказать, слабым характером и побежали за рубеж в огромном количестве, а физъех остался почти весь. Ну и каждого мы готовились к этому. Я еще 27 февраля позвонил Андрею Михайловскому и сказал, ты понимаешь, что будет? Еще не знаю, как минимизация будет. Ну, примерно понимаю. Ну, так, превентивно нанимающего человек есть. Все понятно, что надо делать, да? То есть, как бы, из тех правильно сыграл теоретика и гравитивы оказались в власти. Правильно сыграли в этой ситуации. Сейчас я иду однозначно из тех. Но, в принципе, Мехмат тоже стал на фоне вот этого, как бы, разбегания вещи совершеннейшего, да? Мехмат тоже стал вполне контурентен московский. Ну, на самом деле, вчера я встретил человека в стихе. Он сказал, что не так все страшно, и на самом деле большинство предпевателей все-таки осталось. Так что Матфар тоже можно рассматривать. Но вот вообще, вышка, да, вышка находится в ситуации, что многие занятия идут онлайн из-за этого, потому что они уехали, но хотят вести занятия. Ну, в онлайн как бы онлайн. А в инополисе. В инополисе. В инополисе. Дорогие друзья. В инополисе. Ну вот так, чтобы там вот чистая математика хорошо велась, я как-то не объяснил, чтобы там практически. Дорогие друзья, я просто предлагаю поблагодарить. Вот. Можно я сейчас. Друзья. Смотрите. Надо начинать собираться. Большинство здесь студенты. к ним, конечно, то, что я сейчас скажу, не относится совершенно. И еще, если тут есть учителя, тоже к ним явно не относятся, но если здесь вдруг есть некоторое количество бизнесменов, да, то у нас есть бусти. И... Ну, выходит, да? Вот. То есть мы, как и на самом деле, столбик снимает довольно много расходов идет, и я был бы счастлив, если родная страна, но я помогал об этом. Поэтому я всегда призываю, я понимаю, что к этому надо проживать Москву, а не другие города. Но если вдруг, да, вдруг окажется так, что у вас там есть в месяц лишний, не знаю, 500 или 1000 рублей, подписывайтесь тогда на плюс. И 100 рублей вполне достаточно тоже, если вдруг есть лишний. потому что всем миром мы это делаем, в общем, там небольшой люфт, есть минус, но не очень большой. То есть если мы его покроем, вообще спокойно жить и дальше работать. Вот. Вот такие дела. Ну, пусть найдете в любом ролике нам от Культ Привет. внизу, там написано такая ссылочка, да, куда чик и становитесь подписчиком. Вполне нормально, наша платформа российская работает себе и помогает нам. У меня появился администратор новый, старый уехал с 21 сентября, с которым мы работали все эти годы. В общем, в Москве уехало, вот по моим оценкам, больше полумиллиона человек. Еще полумиллиона в России. Теория игр. Если бы можно было дать гарантию, да, что люди со степенями не будут забираться, точно абсолютно, да, в школе на четыре мужчины, точно абсолютно. Если бы можно было так убирать, то я был бы гораздо меньше дорогой. Какую вероятность они вернулся? Ну, я не знаю, вот сидит один из лучших в Сфере Москвы, в Алма-Ате, и кукует там, да, делают к нам листочки. И говорит, при первой же, первой же стопроцентной броне, которую мне дадут, я хочу вернуть в Москву, мне здесь делать нечего. При первой, но типа на фронт не хочу. Ну и так очень многие. Ну, люди, как бы, люди учителя, они же не военные. Ну, люди, в любом обществе есть разные касты, и бывают даже не военные, а не учителя. Ну, это, правда, очевидно. Ну, не знаю. Ну, ладно, простите, я тут опять про политику какую-то начал. Время столько стопроцентной бронет, ничего не знаю. На финал, наверное, будет бронет Бразилия-Франция, да? Да? Мы бы за Аргентину болеть. Давайте за Аргентину болеть, а если будет Бразилия-Франция, значит, никуда не деться от Бразилии-Франции. Да? Я правильно понимаю, что я могу описать математическую модель намеренных проигрышей для того, чтобы выиграть какой-то итог? Правильно? Ну, если моделировать на другую какую-то научную задачу? А бывают такие ситуации? Бывают. То есть, вот я привожу в последнее время, когда вышла книга по теории механизмов у нас с Филатовым. Кстати, да, вот здесь есть все три книги математики для гуманитариев и две совсем новых, которые вы еще недавно скачиваете, и все бесплатно скачиваются с моего сайта. Вот. Ну, и если хотите бумаги, то, соответственно, в магазинах тоже есть. По крайней мере, вот эти вот, которые магические механизмы. Там начинается с примера, когда Барбатоз-Гренада, и они сами себе забивали голы. Барбатоз сам себе за другом. В результате правил игры он должен был проиграть. Но не проиграть, он должен был выиграть дополнительное время. В общем, да. Такие ситуации у Дмитрия Нагаева я слышу в школе экономики. У него есть целый цветник ситуации, когда из-за правил игры стратегически надо проигрывать. Спасибо. Есть планы бороться еще разъемы? Что? Есть планы встретить бороться еще разъемы? Громче! Призглашают еще разъемы. Да, да. Да я здесь регулярно бываю. Достаточно завидно регулярно. Соборонишь, один из городов, где я бываю часто. Раз в год или даже чаще. Вот. Мы вас ждем! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Т